Здраво, будьте люди добрые! Я, Кот Баюн, продолжаю своё сказочное музыкальное вещание. Мы о солнечном празднике говорили и продолжаем сегодня наше повествование четырьмя встречами. Итак, четыре основных солнечных праздника, четыре святодня, что сообразует крещ, то есть огненной силы, мощное время, связанное друг с другом. Это рождение нового солнца, зима, каляда, весень, весеннее равноденствие, ерила, лето, купала и осень, хорос. Четыре праздника сообразуют мощные точки, которые очень важны для всего человечества. Эти праздники справляются всеми народами на Земле. И дни зимнего солнцестояния, и дни летнего солнцестояния. Просто у разных народов, конечно же, они окрашены в разные оттенки. Потому что, если мы возьмем Сибирь, крайний север, то время, когда приходит туда солнышко, это яркий-яркий праздник. Ибо его нету всю длинную полярную зиму. У нас-то все-таки ночь похороче, не полгода, как на Северном полюсе. У нас ночка переходит в день, и рождается каляда, и прибавляется день. И все четыре времени года очень отличаются друг от друга. В этом наше огромное счастье, в разнообразии наших праздников. И если мы с вами справляем все четыре праздника, то мы, соответственно, с вами живем вместе с Матушкой Землей. Мы вращаемся вокруг Солнца и вбираем эту мощную силу. То есть, на каляду мы задумываем, мечтаем, что у нас будет в будущем году. На весенний праздник Ярилу, на День Равноденствия, мы с вами набираем силу для того, чтобы осуществить наши планы. На Купалу мы уже начинаем реализовывать задуманное нами на каляду. А на осенний праздник Хороса мы с вами получаем результат, урожай. Вот так вот логично выстроены наши славянские праздники. И сегодня я вам расскажу о удивительном событии, которое происходит между вот этими праздниками. Дело в том, что встречаются все четыре времени года. Первое – это встреча зимы и весны. То есть, ровно половина времени между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием приходится навстречу Велеса. Так ее раньше величали. Это приблизительно 2-4 февраля. Именно в это время зима встречается с весною и начинается перелом зимы. То есть, уже с этого времени идут оттепели и приходит время Камоеда. Так раньше называли время Масленицы, которое широкой раздольной идет 7 недель. Об этом мы с вами обязательно будем говорить. Сейчас напомню, что Камоед – это первый блин комом, то есть предком. Это замечательный праздник, в котором идет борьба, взятие зимнего городка, стенка на стенку, которая устраивалась на льду. Это, конечно же, молодецкие забавы, огромные горки, которые во всем мире называются русскими горками, а у нас почему-то называются американскими горками. Но так вот оно происходит, что мы к нашей традиции подходим откуда-то из-за рубежа. Вот, например, все знают, что такое прана, что такое ци. А как называется сила, которая идет от неба к нам? Напомню вам, люди добрые, эта сила называется весь. Она идет от неба и идет к земле, и наполняет все наши чары, все наши колодцы. То есть это сила весь, которая устанавливает в нашем организме, в нашей природе равновесие. Поэтому мы с вами живем по совести, то есть соборная весть. И совесть – это самое главное, что есть в этой жизни. Если семаргл совести перестает грызть внутри, это обозначает, что человек уже теряет совесть. То есть он очень далеко может зайти в своем пути от духовно-нравственного стержня. А традиция сохраняет совесть человека. Она как раз-таки сохраняет его стержень, который делает человека человеком. То есть которая составляет самое главное богатство его души. Поэтому мы с вами находимся на первой встрече. Это начало февраля. Средина между Калядой и Гириллой. Следующая встреча происходит между весной красной и летом красным. И эта встреча происходит 6 мая. И называется она «Гириллина встреча» или «Велик день». Вы сейчас узнаете знаки этой великой встречи. Пекутся куличи, делаются творожные горки, красятся писанки. То есть это праздник, который действительно великий. Наступает полная победа света над тьмой, полная победа лета приходит. Хлад уходит, снег уже полностью растаял. И на зеленую травку выводится скотинка. Первый выпуск скота. «Гириллина встреча». То есть встреча лета и весны. Далее идет встреча лета и осени. Начало августа. Это перунова встреча. Это грозное время грозы, молнии. И в то же самое время это первое время урожая. От перуновой встречи начинаются древние дары. Яблочный дар, хлебный дар, медовый дар. То есть это уже благодарение за урожай. Первый урожай, который мы получаем. И начинается битва за урожай. Потому что самое главное не просто собрать урожай. Нужно его уметь сохранить. Очень важно не просто наработать новое качество. Ну не знаю, вот вы учите вы, например, древний русский язык. Очень важно его сохранить. Пронести через всю жизнь. А когда вы перестаете играть на гусельках или на желейке, через какое-то время разучивайтесь играть. Потому что обязательно результат нужно закреплять. И далее идет встреча зимы и осени. День 7 ноября. Дидова встреча. Очень важное время. Почитание предков. Таким образом у нас в течение года получаются 4 основных праздника креща. Каляда, Ярила, Купала и Хорос. И 4 праздника встречи. Вресова встреча, Ярилина встреча, Перунова встреча и Дидова встреча. Итого 8 праздников. Представляете, как здорово? А ведь 8 это вокруг 7. То есть это все цвета радуги, все цвета мира, включая белый цвет. И это очень важно. Участие в каждом солнечном дне дарит нам какой-то лучик солнышка. Красный лучик, медвяный лучик. Все-все-все цвета радуги, райдуги, ирия дуги. То есть место силы наших предков. Божграда, солнышко. Они входят в нас. И поэтому мы становимся крепкими. А рода нашими сильными. Итак, подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте вот так вот. И пишите мне, коту Баюну. Ой, как я рад-то буду. Всех благ вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!